Студенты Сенгелеевского педагогического техникума отправили обращение к губернатору Алексею Русских. В документе ребята пояснили, что вынуждены жить в антисанитарных условиях, в общежитии плесень, грязь, а также грузины. Об этом шла речь в правительстве. Наша съемочная группа отправилась в Сенгелей, чтобы посмотреть реальные условия проживания студентов. Как оказалось, многие учащиеся обращения не слышали, поэтому были очень удивлены внеплановой проверкой. Кто-то видел на кухне мышь, но проблему быстро решили. И они попросили с этим разобраться, но у нас, естественно, нас отпустили тогда на дня три. Как раз-таки за это время провели дезинфекцию, и больше об этом никто не говорил. И то это было в том году. То есть у нас все хорошо, по сути. Тем не менее, обращение учащихся губернатор во внимание принял. В срочном порядке по его поручению проверять жилищные условия выехали представители Министерства просвещения и воспитания. Проверили все помещения, жилые комнаты, кухни и санузлы. Посмотрев все общежития, следов антисанитарии мы не нашли. Правда, ремонт здания уставший. Окна необходимо бы заменить, да и у студентов есть проблема с горячей водой. Горячая вода. Ну вот не совсем успевает нагреваться в водонагревателях вода. Приходится делать перерывно, чтобы помыли сначала. Водонагреватель на сколько литров? На 200, два водонагревателя. По итогам проверки, все санитарные нормы в общежитии соответствуют стандартам. Мы с вами прошли, посмотрели, пообщались со студентками, увидели, что общежитие функционирует, функционируют все комнаты, все жилые помещения, кухни, санитарные комнаты. Также представители Министерства просвещения и воспитания отметили, что при необходимости готовы поспособствовать в замене электрических плит и другой техники для создания более комфортных условий проживания студентов. Юлия Руднева, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.